У нас вебинар «Атмосфера романа». Мы поговорим о том, каким образом создавать миры, в которые наши читатели будут погружаться, как в альтернативную вселенную. Для тех, кто меня в первый раз в жизни видит и слышит, меня зовут Эльбира Барякина. Я являюсь автором 16 романов, 16 книг, опубликованных в крупнейших издательствах России, переведенных на иностранный язык, а также я являюсь издателем крупнейшего портала для обучения писателей, справочник писателя, автором.ком. Что у нас сегодня из пряников и плюшек? Это скидка 50% на мою лекцию «Как описывать эмоции». Эта штука вам очень потребуется, если вы не знаете технологию, которая позволяет это делать. И также эта же скидка распространяется на курс «Темная материя, как писать страшные истории». Все скидки и конкретные ссылки можно найти на сайте автором.ком в разделе «События». Все прямые ссылки, которые я буду упоминать сегодня в лекции, все будут там. Купон Эмо50. Эмо в смысле от эмоций. Эмо пишем по-английски. Вводите, и будет вам счастье скидка в 50%. Итак, значит, что такое атмосфера романа? Это эмоциональный заряд, который мы создаем у читателей. Когда они погружаются в нашу книжку, у них возникают определенные эмоции. Так вот эти эмоции должны быть запланированными. Не те, которые возникнут сами по себе. Хуже всего это, когда скука возникает. А те эмоции, которые читать, которые мы хотим, чтобы они возникли. То есть зачем это вообще нужно? Почему на эту тему надо обращать особое внимание? Потому что люди покупают у нас не тексты. Они у нас покупают погружение в определенное состояние. То есть когда человек берет в руки художественную книжку, вот это вот его решение, хочу я ее читать или не хочу я ее читать, зависит в первую очередь от той атмосферы, которую мы ему предлагаем. Это вопрос не качества. Пожалуйста, поймите меня правильно. Потому что многие думают, вот если я напишу самую лучшую книгу на свете, вот умею все побегут покупать. Нет. Потому что разным людям нужна разная атмосфера. И поэтому именно атмосфера романа это очень-очень важно. И второй момент, что если мы эту атмосферу выстроим правильно, то наши читатели испытают сильные чувства. И они захотят поделиться прочитанным. Потому что к концу романа мы их подведем к состоянию катарсиса. То есть когда они будут такие все здорово-здорово, там классно. И вот в тот момент, когда они книжку закончат читать, многим из них, если у них будут силы и время, понятное дело, да, там есть личные обстоятельства, вот им захочется поделиться прочитанным. И именно это отличает бестселлер от небеселлера. Потому что каким образом информация о книжках распространяется? Читатели должны рассказать другим читателям о том, что им понравилось. И вот здесь еще важный момент. Друзья вот этого человека должны любить примерно тот же самый жанр. То есть именно поэтому популярные жанры – это то, что нравится большому количеству людей. А если мы напишем самый лучший роман в непопулярном жанре, и даже если читатель, который нас как бы случайно обнаружит, он прочтет и будет говорить «Воу, круто, 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 здорово, здорово», а вокруг него никого нет, кому бы нравилось то же самое. И поэтому эта вот волна энтузиазма, она просто натыкается на стену и, в общем, разбивается в мелкие брызги. То есть дело кончается ничем. Именно этим и объясняется то, что существует масса прекрасных, хороших книг, которые не уехали никуда. Итак, где же мы применяем вот эти вот свои наработки по атмосфере романа, о которых мы будем сегодня говорить? В первую очередь, разумеется, это в самой книге. Во-вторых, очень важно – это на обложке. То есть в аннотации и в иллюстрации к обложке. Потому что именно обложка будет обещать нашим читателям, что же мы тут, собственно, будем им предлагать, какая атмосфера у нас тут в книжке присутствует. И, разумеется, вот этот важнейший момент, который мы будем разбирать с вами в последующих уроках, в последующих вебинарах, я их уже запланировала, это ваши соцсети. Потому что у абсолютного большинства писателей, особенно новичков, соцсети похожие я, мама, и мои пироги, и мои кошки. Это соцсети не писателей. Это соцсети обычного человека. У обычного человека ничего не получится у него вызвать внимание массового читателя, потому что он представляет людям не вот эти самые эмоции, за которыми люди-то приходят. Они им предлагают все, что угодно. Свою кошку или там вот рецептик новых пирогов. Так не работает. Поэтому постепенно-постепенно, если мы хотим быть писателем, нам нужно вот эту атмосферу транслировать через все, что мы делаем, через наш сайт, через наши книжки, через наши обложки, через наши соцсети. Об этом, опять же, поговорим немножко попозже. Еще мы используем наработки по атмосфере в рекламе, потому что как другие люди о нас узнают? Через рекламу больше никак. Ну или там со временем будем тусить где-нибудь. Вот, значит, понятно, да, что книга, обложка, реклама, соцсети. Вот это те места, в которых мы будем применять то, что мы сегодня изучим. Давайте теперь еще разберемся в терминах, потому что вот о том, о чем я сейчас скажу, над этим надо думать. Если у нас автор опытный, у него все это идет автоматически. То есть он как бы, это как в балете, да? То есть если балерина натренировала свое тело, она танцует, не думая, где у нее какая мышца работает и какое именно движение в данный момент делать. Она просто вот танцует по вдохновению. У новичка, у начинающей балерины так не работает. Ей нужно сначала упражнение, упражнение, упражнение. Внимание, внимание, внимание к каждой мышце, к каждому повороту. Именно поэтому любое телодвижение имеет свое название. И его надо оттачивать долго и много. Вот в писательском мастерстве абсолютно все то же самое. То есть сначала мы обращаем внимание на каждое наше телодвижение, думаем головой, а потом, когда мы этот навык отточили, мы его отправляем в себя к подсознанию, и там уже оно у нас с опытом начинает срабатывать автоматически. Поэтому разделяем вот эту вот сложную задачу, как создать атмосферу в романе, разделяем ее на маленькие такие как бы абзацы, что ли, на маленькие подтемы. И обращаем внимание, когда мы будем писать свое произведение, мы будем обращать внимание на то, как это все применить. Итак, значит, у книжки существует как бы общая атмосфера. То есть те самые наборы эмоций, примерные, которые соответствуют этому произведению. Ну, давайте подумаем. Атмосфера Д'Артаньян и трех мушкетеров. Ну, вот то, как я воспринимаю. Это пестрый, яркий мир, быстрые действия, приключения, легкость. Вот мир, атмосфера такая, которую выдает приключенческие романы XIX века. Рассказ о Шерлоке Холмсе. Какая атмосфера у нас тут? Туманный, богатый город. Хитроумные преступники. Странные происшествия. Необычные люди. Вот эта атмосфера, да? То есть это такой викторианский Лондон. Дальше. Кроме атмосферы как таковой, у нас еще существует настроение. Настроение – это эмоциональное состояние героя или рассказчика. Если у нас в произведении идет рассказ от первого лица, то вот это вот настроение, оно может на самом деле не совпадать с атмосферой. Потому что настроение у рассказчика или героя в данный конкретный момент может быть там лучезарное, полная надежд. Но читатель из всего того, как выстроены произведения, как выстроена сцена, он чувствует, что что-то не то. Вспоминайте произведение Брэма Стокера в «Дракула». Сколько там таких достаточно жизнерадостных сцен, когда главные герои не подозревают, что сейчас им тут грозит какая-то страшная опасность. А на самом деле все страшно. Но мы встречали это и в фильмах, и в книжках. То есть когда у нас общая атмосфера не соответствует настроению героя или рассказчика. То есть настроение важно еще, чтобы мы на него смотрели с точки зрения фокального персонажа. То есть персонажа, чьими глазами мы смотрим на сцену. Если мы даже ведем повествование от третьего лица, он сказал, она пошла, то все равно мы сидим как бы в голове у этого героя, смотрим на мир его глазами и описываем его именно как бы с его точки зрения. Так вот эта вот точка зрения будет отражаться в настроении, в настроении сцены. А еще у нас есть такой тонкий нюанс, это как тон. А тон – это отношение к ситуации рассказчика или фокального персонажа. И вот смотрите, у нас здесь три штуки получается, три слоя, как слоеный пирожок. Атмосфера всего произведения, настроение сцены и тон рассказчика или фокального персонажа. Сейчас проясню на примерах, как это может выглядеть. Вот смотрите, атмосфера может быть волшебной. Например, мы рассказываем, то есть наше произведение – это сказка о земле, о королевстве фей. Настроение может быть, допустим, пир мы описываем, да? А настроение паршивое, а тон ворчивый, потому что у нас фокальный персонаж – это слуга-гном, который бегает между феечками, поправляет им прически во время бала. И думает, вот дуры какие, опять все тут поломали, я тут им макияж наводил сто раз. То есть волшебство может легко сочетаться вот с такой вот брюзгливостью, ворчливостью и всем чего угодно. Поэтому, когда вы прописываете свою сцену, вы думаете головой, что какой я должен создавать фон, какое должно быть настроение и какой должен быть тон. Вот еще хороший пример из классической литературы. Вспоминайте сцену казни Иешуа в «Мастере и Маргарите». Возьмите, перечитайте. Значит, атмосфера там, такого жестокого карнавала, палящее солнце, много красок, все шевелится, блестит, двигается куда-то. А у фокального персонажа, у Левия Матвея, у него отчаяние на фоне вот этого карнавала. А тон рассказчика, то есть там же речь-то ведется, как бы рассказчик является сам писатель, сам автор. Он рассказывает о том, что произошло. Мы смотрим на мир не глазами Левия Матвея, мы смотрим на мир глазами Михаила Булгакова. Так вот, тон рассказчика, как у нейтрального летописца. И именно вот это сочетание, жестокий карнавал, отчаяние, нейтральный летописец, вот оно как раз и создает вот эту вот атмосферу глобального ужаса. Потому что летописец дает ощущение такого документального фильма, как будто мы смотрим на эту тему с высоты птичьего полета, как будто это идет рассказ не о конкретной беде конкретных людей, а о каком-то глобальном событии. То есть вот когда возникает ощущение, почему это так, вот поэтому. То есть три слоя здесь существуют, три эмоциональных слоя, и каждый из них проработан. Ну, когда Булгаков это все дело писал, вряд ли он на эту тему задумывался, потому что, опять же, у него науки, когда автоматизмы уже отточились. Но если мы разбираем, как это сделано, оно сделано вот так. Значит, опять, если вы новичок, продумывайте все три слоя в каждой своей сцене, как у вас все это должно выглядеть. Что еще нам нужно обращать внимание на ожидания от вашего жанра? Опять же, многие авторы не задумываются о том, а где мое произведение окажется после того, как я его напишу. Они делают шаг три, не делая шаг один. В результате, когда они потом заканчивают свое произведение, они начинают бегать кругами по издательствам, искать, а кто бы почитал мое произведение, а кому бы мне его дать, а никто произведение не хочет. Почему? Почему так происходит? Да потому что ту атмосферу, которую они обещают, вот тот самый эмоциональный заряд, он либо вообще не прописан, либо же он как бы обещает не то, не то, чего хотят люди. Или же он это начинает обещать не тем людям. Вот, например, на полном серьезе, буквально на прошлой неделе приходит ко мне какой-то молодой человек в чат и начинает мне предлагать какой-то политический детектив про нефть в Сибири, кажется. Вот что-то такое вот. Возникает вопрос. Ну, как бы, да, он хочет, чтобы я это бесплатно читала и дала ему свои рекомендации. Возникает вопрос. Ну, парень, я пишу исторические романы про начало 20 века. Про Первую мировую войну, гражданскую войну, про белых эмигрантов. Это у меня одна часть, да. А сейчас я занимаюсь фэнтези. Вот это... Ну, не делайте так, потому что... Я бросаюсь от жанра к жанру, потому что я параллельно к тому, что пишу, я еще и исследую рынок книжный. То есть, ладно, я попрыгаю на всех граблях, вам объясню, как это все делается. Но вы так не делайте, потому что это для вашей карьеры просто вредоносно. Вы сначала собираете одну аудиторию, потом другую. Так вот, вот этот молодой человек, он ко мне приходит, начинает мне предлагать не то. Я не читаю такие книги. То есть, ну, я могу за деньги почитать и как бы с точки зрения теории ему литературной сказать, что у него так, что не так. Но ради удовольствия я такое не читаю. Это просто не моя тема. И вот это именно поэтому... То есть, он ходит, потом обижается. Что-то ты не хочешь меня читать бесплатно. Ну, потому что это не моя тема. И вот вам очень важно предлагать свои книжки не абы кому, а тем людям, которые читают книги такие, которые вам нужны. Поэтому мы должны чётко знать, какой у меня жанр, для кого я это пишу, как мы это узнаем. Ну, во-первых, если вам, вы не в курсе, мой учебник «Пиши и зарабатывай». Он у меня есть на сайте, а также он есть вообще на всех книжных сайтах издательства Эстер. Приходите, берите его. Где брать ссылку? Опять же, идём на сайт автором.ком, раздел «События». Там все ссылки к настоящей лекции, о которой я сейчас говорю. Там все ссылочки, там все будут. Так вот, берёте этот учебник, разбирайтесь в своём жанре, потому что без этого вам делать любой маркетинг, вообще продавать своё произведение хоть кому-нибудь, будет физически невозможно. Поэтому не стреляйте себе в ногу. после того, как мы смотрим, а где я должен стоять на книжной полке, рядом с кем, какой у меня жанр, мы смотрим на своих коллег. Мы читаем книги своих коллег, и мы узнаём, а какие есть ожидания от атмосферы в данном жанре. Вот рассказываю, показываю на себе, на своих примерах. То есть, для того, чтобы мне своё фэнтези дальше толкать, что я делаю? Я иду и читаю Ли Бардуга, я иду и читаю Холли Блэк, я пойду читать Сару Маас. Почему? Ну, потому что я хочу стоять рядом с ними, потому что я пишу свою книжку для тех читателей, которые будут читать вот это, которые любят уже вот этих авторов. Я пойду и посмотрю на те отзывы положительные, которые написаны на всех ресурсах, где существуют отзывы. И там читатели прямым текстом скажут, а чего им надо, чего они хотят, что им понравилось в этих книжках. Потом я эти все книжки перечитаю, с карандашиком выпишу, какая там атмосфера, какое ощущение эти книжки вызывают. Вот, мне надо так же. Как оформляются обложки? Вот так. Вот, мне надо так же. Как пишется нотация? Вот так. То есть, понятно, да, логика? То есть, почему мы эту работу проделываем? Потому что наши читатели, когда они быстро-быстро прочитали прекраснейший роман Холли Блэк «Жестокий принц», они побежали и говорят, а я хочу еще, потому что Холли Блэк следующую книжку напишут через год, а то и позже, и переведут ее еще там, еще через полгода. А читать-то я хочу прямо сейчас. Поэтому я хочу найти что-нибудь похожее. И вот это для новичка, для начинающего автора, вот это как раз шанс вставиться в систему. Потому что человек ищет что-то похожее. если ты похож на Холли Блэк или на автора знаменитого в вашем жанре, вам туда. Понятно, да? То есть мы смотрим, где мы должны стоять на полке, рядом с кем, на кого мы равняемся, какие стандарты и ожидания от жанра уже существуют. И думаем мы на эту тему не из собственного тщеславия. О, я не хочу быть ни на кого похожим. А мы думаем об удобстве читателей, потому что мы работаем для них, мы пытаемся помочь им сделать правильный выбор. Мы хотим, чтобы нашу книжку в руки взяли те люди, которые изначально любят такой жанр, изначально любят такие сюжеты и таких героев. Иначе получится, как вот этого парня, про которого я вам рассказывала. Ты ходишь, предлагаешь не тому человеку, который может тебя оценить, и в результате ну что? Что получится? В результате тебе откажут просто. Ты будешь ходить с ножом в сердце сраной и говорить ах, меня там обидели. Так, ну, не надо ходить туда, куда не надо ходить. Не надо предлагать то, что не надо предлагать. Понятен концепт. Теперь переходим к практическим действиям. Каким образом нам сделать так, чтобы вот эта атмосфера в нашем произведении, она чувствовалась? Как нам ее физически написать? Рассказываю по шагам. Первый ваш шаг еще до того, как вы написали хотя бы строчку. Вот когда у вас только-только появился в голове некий концепт, попробуйте создать то, что называется mood board. По-русски понятия не имею, как эта штука называется. По всей видимости доска настроения. То есть я ее перевела вот так. Может кто-то еще знает, как это переводится по-другому. Так вот, mood board это подборка картинок, которые соответствуют настроению вашей книжки. Под этим видео есть ссылка на страницу, где размещена моя собственная доска настроения. Там на картиночках будет множество множества фотографий, которые я просто собрала в сети. Все это собирается в коллекцию на таком ресурсе, как Pinterest. И это место, куда вы можете складывать коллекции картиночек. Вы их можете либо где-то просто подцепить в сети и просто отметить их, что мне вот эту картинку пожалуйста сохрани в моей коллекции. Либо же вы можете туда эту картинку загрузить, если она у вас где-нибудь там хранится на телефоне или же на вашем десктопе. Так вот, вы эту картиночку туда соберете и вы, когда у вас наберется штук 50, вы четко увидите, а какое у меня настроение. То есть, какой там свет, какие герои, какой контраст, какие цвета. То есть, когда вы эти картинки подбираете, вы неосознанно, вот чисто на подсознании собираете те картинки, которые соответствуют этому настроению. И это поможет вам осознать, что же из произведений вы пишете и какое ощущение должно появляться у читателей от вашего текста. Следующий этап это подбор ключевых слов. Художники создают настроение с помощью красок мы создаем настроение с помощью слов. Но очень важно понимать изначально, а какие это слова, откуда они вообще берутся. Во-первых, я бы предложила написать список ключевых слов, которые вам просто приходят на ум, глядя на вашу доску настроения. То есть, что это за произведение, какими словами это все описывается. Второй момент, мы можем заглянуть на отзывы тех произведений, которые похожи на наше в том же самом жанре, что и у нас, и почитать в отзывах, о какими словами другие люди, читатели, описывают эти произведения. Также очень полезно зайти и найти эти ключевые слова непосредственно в тексте у произведений наших, скажем так, коллег и конкурентов. Вот что я обнаружила в рассказе «Этюд в багровых тонах». Это один из рассказов о Шерлоке Холмсе сэра Артура Конана Дуэля. «Лондон мусорный ящик, неуютное существование, прозябать, дебри, ужасный характер, необъяснимо, колотить трупы палкой». То есть, видите, уже исходя из этих слов создается определенное настроение, и вам надо будет создать вот такую палитру себе, и когда вы будете редактировать свое произведение, надо просто на нее опираться. Возможно, для каждой сцены вам потребуется своя палитра, но если вы будете смотреть на сцену и думать, что-то у меня тут не то, как-то сцена выглядит недостаточно энергичной, имеется в виду подэнергетика, имеется в виду не обязательно скорость, а именно ощущение, психологический эффект вашей сцены. Если вы видите, что чего-то там явно не хватает, попробуйте вставить нужные ключевые слова и посмотреть, что получится. Большое влияние на атмосферу как в целом романа, так и сцены конкретной оказывает место действия. Вам нужно выбирать такое место, на фоне чего будут разворачиваться ваши основные события, которые будут само мог себе создавать нужную атмосферу. Одно дело поместить героя в какой-нибудь роскошный отель и совершенно другое это провести всю сцену в какой-нибудь подворотне или на заднем дворе забегаловке. Разница будет очень-очень большая, поэтому относимся к этому серьезно. Пример, как создается атмосфера после выбора места действия. Бенедикт умолк, увидев впереди высохшее намертво сбетонированное русло реки, на противоположном берегу которого стоял поезд с разномастыми вагонами, расписанными граффити. Из-за него слышался гул большой толпы, стук колес и короткие гудки. Видите, здесь само место действия срабатывает и создается нужная атмосфера. Как это получается? Потому что мы используем соответствующие слова, которые создают нужное настроение. Намертво забетонированное русло реки, разномастые вагоны, расписанные граффити. Вот это все как раз и создает ощущение нервного такого городского дна. Точно так же мы можем использовать особые глаголы или же особые прилагательные для того, чтобы насытить атмосферу нашего романа нужной энергетикой. Любое действие можно описать разными словами. Вот смотрите, можно написать подошел, подскочил, подкрался, подбежал, подлетел, возник за плечом. Вроде бы мы описываем одно и то же действие, но ощущение от него будет совершенно другое. Поэтому выбирайте нужные вам слова для того, чтобы они подходили во-первых самой сцене, во-вторых герою, которого вы описываете. И то же самое можно делать по поводу описания самого персонажа. Например, кожу можно описать так. Она была золотистой, светло-коричневой, загорелой, бурой, обожженной солнцем, поцелованной солнцем, тускло-коричневой. По большому счету мы описываем одно и то же, но выбор слов определяет ту энергетику, которой будет наполнена наша сцена. Еще мы можем использовать такие инструменты, как цветовая гамма, свет и запахи, что лучше всего передает атмосферу, запах. Потому что нам достаточно сказать, пахло свежескошенной травой, и все, атмосфера создана. Или на чердаке пахло мокрой пылью, или же пахло старым холодильником, или же пахло свежесрезанной сиреной, или пахло нарциссами, пахло дорогими духами. Все, атмосфера уже создается. То же самое касается света. Многие авторы забывают упоминать в своих сценах, о какое освещение там. А это влияет на настроение очень-очень серьезным образом. Потому что, если мы напишем приглушенный свет, атмосфера будет совершенно другой. Мы должны просто такие вещи прописывать, потому что, если мы не указываем читателю, что именно ему надо представлять, он себе вообразит что-нибудь не то, а потом с удивлением обнаружит, что его картинка в голове совершенно не соответствует авторскому замыслу. Еще есть такой полезный инструмент, как сравнение и оценки. Когда наш фокальный персонаж смотрит на мир и оценивает события, он тем самым передает свое настроение и мироощущение читателем. Мы постоянно сравниваем других людей или какие-то объекты или какие-то события друг с другом. Это задает нам систему координат. Вот как это работает на практике. Например, автору нужно описать суетливую женщину. Как проще всего это сделать? Он выбирает некое сравнение, потому что это позволит сразу вызвать в воображении у читателя определенный образ. Но какое именно сравнение надо выбрать? То, которое даст нужный образ для создания атмосферы. Например, суетливую женщину можно сравнить с мухой, а можно с пчелкой, а можно со стрекозой, а можно с бабочкой. И каждый раз это будет совершенно другой образ и совершенно другая атмосфера. Берем какой-нибудь атрибут нашего персонажа, например, бриллиантовое колье. Точно так же об этих бриллиантах можно высказаться с восхищением, а можно с презрением или же с насмешкой. И у нас будет совершенно другое настроение, другая атмосфера в сцене. Например, на шее у нее таинственно поблескивало бриллиантовое колье. На шее она носила грамм сто бриллиантов, не меньше. Чувствуете разницу, правда? Нам еще, мы можем использовать вот эти приемы для передачи атмосферы в диалогах и атрибуциях. То есть, что такое атрибуция, если кто не знает, это вот эти пометки в диалогах. Улыбнулась она, сказала она, прокричала он. Вот это атрибуция. Каким образом можем использовать? Во-первых, сами слова, сами фразы будут показывать эмоциональное состояние нашего героя. А атрибуции будут показывать, а как именно это было произнесено. То есть, нам нужно продумывать, а как именно наши герои будут произносить те или иные фразы и как будет происходить взаимодействие между ними. Показываю на примере. Доброе утро, улыбнулась я. Но командор и не подумал ответить на мое приветствие. Он рассматривал меня тяжелым осуждающим взглядом, будто я явилась на парад в нижнем белье. Что ты сейчас ощущаешь? Наконец спросил он. Я не знаю. Неуверенно начала я, но командор тут же перебил меня. Запахи, девочка, я говорю о запахах. А здесь разве чем-то пахнет? Лицо командора поскучнело. Безнадежное. Если у тебя нет приличного обоняния, ты не можешь здесь служить. Видите, сам заряд разговора как раз задает нам нужный тон. И мы выбираем те слова, которые четко отражают эмоциональные состояния наших героев и их взаимодействия между собой. То есть героиня, она пытается быть милой. Она говорит доброе утро. В атрибуции написано улыбнулась я. После этого она, после очередной грубой реплики, она чувствует себя растерянной и начинает говорить я не знаю, неуверенно начала она. А разве здесь чем-то пахнет? То есть видите, это вежливое такое обращение, но в то же время в репликах показана ее неуверенность. А слова командора резкие, грубые и все его действия только подчеркивают напряженность данной сцены. Точно так же мы еще используем такой инструмент как эмоции героев. То есть мы показываем, а что они ощущают на физическом и эмоциональном уровне в отношении данного места, в которое они попали, или же данного персонажа, с которым им довелось встретиться. Очень важно еще соблюдать некий баланс, чтобы у нас не происходило слишком резкого смена настроений разных сцен. И еще нужно следить, чтобы не происходило перевеса. То есть если нам для какой-то сцены требуется более яркое настроение, а мы хотим, чтобы наше произведение было такое достаточно мрачноватое, важно, чтобы вот эти яркие сцены не передавливали основной эмоциональный заряд. На этом у меня все. С вами была Эльвира Боряйкина. Неровный звук произошел из-за того, что у меня во время вебинара пропала половина записи, и мне пришлось все это перезаписывать. Так что извините. Кто хочет слушать меня в прямом эфире и задавать вопросы, приходите ко мне по воскресеньям на мой телеграм-канал. Все ссылки под описанием видео. С вами была Эльвира Боряйкина. Счастливо! 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 Счастливо!